В эфире канал АПС программа «Городские подробности». С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. И вначале о некоторых темах этого выпуска. Выбор сделан. Депутаты Гурдумы на очередной сессии утвердили кандидата на пост главы Архангельска. Такого снегопада давно не помнят здешние места. Строчку из известной песни горожане в течение трех суток вспоминали все чаще. Архангельск оказался под влиянием снежного циклона. Детский сад закрыт, но лишь на время в дошкольном учреждении поселка Турдеева по решению региональных и городских властей будет проведен капитальный ремонт. Ремонт в городских котельных уже завершен. Накануне его качество проверили областные депутаты и представители мэрии областного центра. Декада семьи прошла в Архангельской области. О том, какие мероприятия прошли в поморской столице, расскажем через несколько минут. Игорь Годзиш стал главой муниципального образования города Архангельска. Его кандидатуру утвердили депутаты городской думы на очередной сессии. Все подробности пятичасового заседания народных избранников в нашем сюжете. Работа сессии стала финальной точкой в процедуре выборов главы Архангельска. Неделю назад свое решение сделала конкурсная комиссия, о которой еще раз озвучил ее председатель, вице-спикер областного собрания Сергей Моисеев. Перед тем, как депутаты приступили к голосованию, с докладом перед ними выступил сам кандидат на пост главы города, обозначив ключевые положения своей программы. Первый момент – это полное использование тех возможностей, которые сегодня открываются на федеральном и региональном уровне по привлечению средств. Второй момент, безусловно, это работа с бизнесом, который сегодня заинтересован в развитии строительства на территории города. И, прежде всего, тому бизнесу, который работает во благо города. Есть факультет сегодня в вопросах развития городов, развития городского пространства. То, что сегодня особенно интересует жителей города. Кандидатуру Игоря Годзиша на пост главы города одобрили единогласно все 27 депутатов, присутствовавших на сессии. Игорь Викторович – хороший управленец, специалист в области ЖКХ. Мы надеемся, что он принесет большую пользу города. И мы вместе, сообща конструктивно, будем находить общее решение для города, для блага жителей и горожан. Но, учитывая совокупность личностных качеств Игоря Годзиша, учитывая его опыт работы, мы начнем конструктивно двигаться и развиваться дальше. Игорь Викторович, он прекрасный специалист. Именно занимался хозяйственной частью. И самое главное, конечно, и сегодня, и вчера, и завтра будет. Это совместная плодотворная работа. В соответствии с уставом Архангельска, Игорь Годзиш вступит в должность главы города через 7 дней после избрания. Однако, уже сегодня он включился в работу сессии Городской думы, где рассматривался главный финансовый документ Архангельска – бюджет на следующий год. Общий объем доходов прогнозируется в объеме 7 миллиардов 366 миллионов рублей. Расходы в сумме 7 миллиардов 781 миллион рублей. С дефицитом в размере 415 миллионов. Несмотря на финансовые сложности, городской бюджет остается социально ориентированным. Депутаты приняли его в первом чтении. Из заложенной в главном финансовом документе суммы – более 7 миллиардов рублей – 70% средств – планируется направить на обеспечение социальной сферы жизни города. Значительная часть – на финансирование отрасли и городского хозяйства. Эта сумма – более 1 миллиарда рублей. Доходы приняты на 200 миллионов меньше, чем в 2015 году, на 2016 год. Расходы сохранились на том же уровне. Это вызывает тревогу предельный уровень дефицита. Предстоит очень четко работать над расходами в следующем году. В непростых финансовых условиях текущего года мэрия выполняет свои социальные обязательства перед горожанами в полном объеме. Не собираются городские власти отказываться от них и в следующем году. Так, в 2016-м благоустройство городских территорий планируется вложить 178 миллионов рублей. Более полумиллиарда пойдет на содержание дорог и мостов Поморской столицы. Около 5 миллиардов – на развитие сети муниципальных школ и детсадов, библиотек и спорткомплексов. К обсуждению главного финансового документа Архангельска депутаты вернутся на декабрьской сессии. Во втором чтении они рассмотрят параметры расходной части бюджета и поступившие поправки к документу. К формированию бюджета Поморской столицы на 2016 год городские депутаты и мэрия Архангельска приступили еще в мае этого года. И первое чтение – только начало детальной проработки финансового документа. Утверждаются параметры доходов и расходов, а непосредственно расходная часть, то есть те деньги, куда пойдут в 2016 году на какие цели, будут обсуждаться на предстоящей сессии. Бюджет действительно непростой, но, повторюсь, все предпосылки для успешного реализации поставленной задачи перед муниципалитетом, они будут выполнены. Депутаты городской администрации и областная власть сегодня консолидировано обеспечивают преемственность и устойчивость в работе власти. Принятый бюджет обеспечивает выполнение приоритетных задач, связанных с надежной работой городского хозяйства, социальной сферы и выполнением указов президента России. На этой неделе в поморскую столицу прибыл генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге Кит Аллан. Вместе с заместителем главы муниципального образования города Архангельск, руководителем аппарата Сергеем Ковалёвым, генконсул обсудил вопросы дальнейшего совместного сотрудничества. Кит Аллан в Архангельске уже пятый раз. Поводом сегодняшнего визита в столицу Поморья стала подготовка к проведению торжеств, посвященных 75-летию прихода первого конвоя союзников под кодовым названием «Дервиш». Эту дату мы будем отмечать в следующем году. «Для нас это большое событие, и мы будем прилагать все усилия для организации этого мероприятия. Наши ветераны готовятся к поездке, выразили желание принять участие в праздновании и первые лица королевства». Кроме того, на юбилейные торжества в Архангельск собираются приехать делегации из США и Канады. В Поморской столице идёт большая подготовка к праздничным мероприятиям. Уже создан оргкомитет, который возглавил полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Две недели назад я встречался с руководством Российского военно-исторического общества в Москве, с исполнительным директором, и знаю, что министром культуры, который является нашим руководителем, Мединский, принято решение о том, что данное мероприятие должно быть проведено именно федерального уровня. Хотел бы обратить внимание на то, что мы планируем совместно с Северо-Арктическим федеральным университетом провести международную научную конференцию. Возможно, на этом международном форуме учёных в Архангельске выступит и консул Великобритании. Сейчас он увлечён и знакомится с военной хроникой тех лет. В завершении встречи генеральный консул Соединённого Королевства в Санкт-Петербурге и заместитель главы Архангельска Сергей Ковалёв посетили английский мемориал Вологодского кладбища, чтобы поклониться памяти тех, кто не вернулся с фронтов Второй мировой войны. 832 дворника и 89 машин было задействовано управляющими компаниями ТСЖ в Архангельске для уборки дворовых территорий и проездов после трёхдневных сильных снегопадов. 9 тысяч кубометров снега или четыре сотни самосвалов в минувшую субботу и воскресенье коммунальщики вывезли с городских дорог. Однако не везде последствия снегопадов были устранены вовремя. У дома номер 6 по улице Терёхина транспортный коллапс. Коляску молодой маме помогает протащить прохожие, машины едва вырываются из снежного плена. Трактор-то здесь вообще был? Нет, чтобы никакого трактора. И не будет, наверное. Ждут спецтехнику и жители дома номер 9 по улице Тимми. Дворники убирают, только территорию, лестницы, всё. Остальное всё-таки каши. И такой случай не единичен. Одну из причин нерасторопности УК глава округов озвучили на совещании с представителями управляющих компаний ТСЖ, которая инициировала мэрия города. Как только у нас идёт снегопад, начинаем звонить, заказывать технику. Техника, естественно, занята. Договоры на аренду техники должны быть у вас постоянно. И вы должны прекрасно знать, что если идёт снег, что вам завтра и нужна, и вот эта техника. Чтобы вы подкрепились с своими подрядчиками договорными обязательствами. Сейчас мы пытаемся всё дело исправить. На выездах со дворов и бровки нечищены. Мы пытаемся устранить. Не хватает и дворников. Например, в Маймаксе их только 26 из положенных 77. А в деревянном жилфонде дворники и вовсе отсутствуют, поскольку средств на их работу в тарифе на содержание домов не заложено. Кстати, тарифный вопрос особо волнует управляющие компании. Средств, которые заложены в тарифе по содержанию на сегодняшний день, они недостаточны. Есть 11 рублей 68 копеек. Куда они расходуются? Ну, уборку территории 22 копейки. Умножаем, получаем результат. У нас дворники на сегодняшний день могут получать в месяц, ну, так утрированно говорю, до 250 рублей с подъезда. Ну, если вот так. До 250 рублей в месяц. Сегодня законодательство даёт право управляющим организациям самостоятельно инициировать собрание собственников по вопросам установления тарифов на содержание дома. Право, инструмент организовать собственников вам предоставлен. Мэрия Город готова поддерживать вас и голосовать готова за эти решения. Но сначала мы должны понять, за что, а во-вторых, как говорили, увидеть, сколько это будет стоить. Участники совещания предложили провести встречи в администрациях округов, куда будут приглашены активисты Советов домов. Они получат разъяснения по нормативам и необходимым затратам на уборку дворовых территорий. Прошу вас из всего нашего разговора сделать правильные выводы, мобилизовать свой персонал, организовать работу таким образом, чтобы в снежные дни и не снежные дни территория придомовая была у нас в хорошем, идеальном состоянии. Если же управляющие компании и дальше не смогут грамотно организовать работу по уборке вверенных территорий, то горожане совместно с администрацией округа имеют законное право составить акт о нарушениях, направив его в государственную жилищную инспекцию или суд. Нерадивые организации могут быть оштрафованы и даже лишены лицензии. Детскому садику в поселке Турдеево быть. Таков общий итог рабочей поездки в этот район Архангельска регионального министра образования и науки Игоря Скубенко и заместителя главы города по социальным вопросам Ирины Орловой. Куклы и остальные игрушки замерли в ожидании своих маленьких хозяев. С 10 ноября жизнь в детском саду в поселке Турдеево замерла. Причиной тому стали опасения взрослых за состояние здания и, конечно же, за безопасность детей. Видите, пошел прогиб потолка. И это все, как эксперты визуально прошли, посмотрели, это все зависит от стандартного фундамента. В каком состоянии находится основание здания, предстоит выяснить специалистам. А пока в целях безопасности здание законсервировали. Из резервного фонда мэрии города выделены средства департаменту образования для проведения экспертизы уже специалистами. Все необходимые замеры произведены. Сегодня они работают над документами и готовят экспертное заключение. Всем ребятишкам, посещавшим детский сад поселки Турдеево, предложены места в других дошкольных учреждениях Архангельска. Некоторые семьи этим предложением воспользовались. Остальным предоставлена возможность получить услуги присмотра в здании бывшей поселковой школы. Часть детей осталась с мамами и папами дома. Это выбор родителей. Сегодня мы постарались принять определенные решения, исходя из реальной потребности родителей. Большинство из них изъявили желание впоследствии получать услугу дошкольного образования именно здесь, в поселке Турдеево. Все мы прекрасно понимаем, что в течение двух недель здесь садик не построите. И нельзя сюда направить непрофессионалов для выполнения каких-то работ. Сегодня мы должны достичь понимания о том, что нужно сделать, ну и, соответственно, дальше принимать решения. На сегодня все необходимые замеры в здании детского сада произведены. Готовится экспертное заключение, после чего будет принято решение, возобновить ли работу дошкольного учреждения или законсервировать его до лета будущего года. Но независимо от заключения экспертов, в планах руководства областного центра провести капитальный ремонт здания. Средства на это в бюджете города 2016 года уже зарезервированы. В разгар отопительного сезона в центре особого внимания городской власти работа локальных котельных. В Архангельске их более 40. Как они функционируют в Маймаксанском округе накануне проверили депутаты областного собрания и директор департамента городского хозяйства мэрии Владимир Плюснин. Тепло в дома маймаксанцев поступает из местных котельных. Та, что расположена в поселке 25-го лесозавода, обслуживает около 6 тысяч горожан. Два котла работают на древесных отходах, запас которых составляет необходимую сезонную норму. Зиму котельная встречает во всеоружии. Было произведено замена двух теплообменников. Замена конденсатного бака установлен новый сетевой насос. Это все входило в программу ремонта. Котельная в поселке 21-го лесозавода работает на угольном топливе. К началу отопительного сезона ее также отремонтировали. Трудятся в котельной 18 специалистов. Поговорили с рабочими. Им огромное спасибо за то, что они в таких нелегких условиях трудятся. Само качество топлива неплохое, в отличие от предыдущих лет. В конце января проведем заседание комитета и мэрии города Архангельска, чтобы поддержать те инвестиционные проекты, которые необходимо сегодня реализовать. На реализацию плана по подготовке города к зиме из бюджета Архангельска в этом году было выделено почти 800 миллионов рублей. Значительная часть этой суммы ушла на создание запасов топлива. Все котельные, которые сегодня вошли в зиму, мэрии города проверены. Паспорта готовности есть у всех. Готовы к работе в зимний период. Сделаны запасы на основных складах. На котельные топливо подвозится по нормам расхода на сутки. А в котельные, что расположены на островах Кега, Хабарка и Бревенник, топливо завезено на весь отопительный период. К работе в зимний максимум энергетики Архангельска готовы. В последние ноябрьские дни в Архангельской области прошла декада семьи. В ее рамках был организован целый комплекс как праздничных, так и социально направленных мероприятий. Одним из них стала очередная встреча Совета женщин Ломоносовского округа Архангельска. Несмотря на разность взглядов, возраст и жизненный опыт, позиция членов Совета едина. Женщина уравновешивает власть, делает ее добрее и честнее. Там, где женщина, там дети, там семья. А это основа нашего общества. Сегодня заседание Совета проходило с участием депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной. Сегодня женщина нацелена на особый лад, чтобы они сегодня как никогда должны быть все вместе. На помощь наших властям всех уровней, на помощь нашим жителям города. Участники форума обсудили самые актуальные для города и региона проблемы. Вопросы семьи и детства, транспортной доступности и медицины, социальной помощи. Подобные открытые площадки помогают выделить приоритеты в развитии города. Вопросы, с которыми мы живем и общаемся, то есть это и образование, и семья, и дети, и медицина, и спорт. Поэтому женщины все готовы, настроены на такую рабочую волну. И поэтому есть у нас представители социальной сферы, есть представители ветеранской организации, есть представители малого и среднего бизнеса. То есть проблемы есть в любой сфере, в любой отрасли. Благодарности за поддержку и большой вклад в развитие женского движения в Архангельске были вручены председателю Совета женщин Ломоносовского округа Вере Чурносовой и заместителю главы города по социальным вопросам Ирине Орловой. Женщины всегда интересуются политикой, женщины всегда активно участвуют во всех социально значимых мероприятиях. Депутат Елена Вторыгина отметила, подобные дискуссионные площадки станут доброй традицией и в скором времени пройдут и в других городских округах. В рамках декады семьи впервые в Архангельске прошел форум для родителей «Счастье быть вместе». Он был посвящен сохранению и развитию лучших семейных традиций. В рамках форума знаком отличия материнская слава отметили многодетных мам и наградили финалистов областного конкурса «Отец. Ответственная должность». Денис Верещагин по профессии следователь, по призванию «Отец троих детей». Глава семьи Верещагиных завоевал первое место в областном конкурсе «Отец. Ответственная должность». Семья всегда есть, была и будет. Самая главная ценность, для чего мы живем. Главное – доверие, понимание, взаимоуважение. Это основное. В этот вечер в зале АЦДО честовали и хранительницы домашнего очага. В рамках форума «Счастье быть вместе» десяти многодетным матерям Архангельской области были вручены знаки отличия «Материнская слава». Эту награду получила и архангелогородка Лариса Никитина. Заведующая здравпунктом на Кузнечевском комбинате строительных конструкций и материалов успешно воспитывает шестерых детей. Для меня, во-первых, значит такая же награда, как у мамы. Это у нас получается семейная традиция, во-первых. А во-вторых, конечно, приятно, когда в детей вкладываешь душу, за это еще получаешь благодарность. Форум «Счастье быть вместе» – это первое масштабное мероприятие в рамках декады семьи. В следующем году праздник у семейных ценностей будет отведен целый месяц. «Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Берегите свои семьи, любите друг друга, чтобы в каждом доме был мир, добро, любовь, радость и счастье». Этот праздник в календаре не отмечен красным, что отнюдь не умаляет его значимости. В последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери. Накануне в Архангельске чествовали матерей, чьи сыновья и мужья погибли при исполнении воинского долга. Их встречи всегда так долгожданны и всегда пронзительны. Прежде всего от того, что подвиги их самых дорогих людей, детей и мужей не забыты. «Очень мы рады, что нас не забывают. Мы дружно живем все – чеченцы и афганцы. И все, кто служил в горячих точках, мамочки. Нас часто собирают, все праздники нас собирают». Вот уже не один десяток лет мэрия Архангельска оказывает семьям погибших героев Отечества всемирную поддержку. «У нас такие мероприятия, типа как бассейн, спортивные мероприятия, театр нас приглашают на отдельные концерты». Со словами благодарности в адрес матерей и жен погибших защитников Родины обратилась заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова. «Я искренне сегодня поздравляю всех мам с нашим замечательным праздником – Днём Матери. Я желаю вам счастья, мира. Это слово сейчас очень важно для нас. Благополучия, добра, понимания в ваших семьях. И как можно дольше оставайтесь с нами. Вы очень нужны городу Архангельскому». Украшением торжественного вечера стало выступление вокальных и танцевальных коллективов Архангельского городского культурного центра. В каждой композиции – признание в любви терпеливым и очень сильным женщинам – мамам. На этом всё. Я Артемий Заварзин. Прощаюсь с вами ровно на 7 дней. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова